Молодые и неравнодушные. Ваше слово. Для тех, кто уже вступает во взрослую жизнь и уже задумывается над тем, как ее улучшить в ближней и в дальней перспективе, Щелковский район второй год подряд проводит четырехдневный слет молодежного актива в детско-юношеском оздоровительном лагере Юнармеец. Вот и сейчас здесь собрались более 50 юношей и девушек, которые целый год готовились к этому важному и ответственному для них событию. За право попасть в число участников слета шла своего рода борьба. Отборочная комиссия выясняла, что может предъявить соискатель, чем интересен, что сумел сделать для соседей, для своей территории. Сегодня у ребят важный день. В Юнармеец на встречу с молодежным активом приехали руководители Щелковского муниципального района. Первые лица обеих ветвей власти. И представительный, и исполнительный. Я думаю, что это полезно, когда человек в коллективе делится своими планами и с друзьями, и вот данные, еще раз хочу сказать, в аудитории. Нам хотелось бы, чтобы поколение, которое растет, было правильным. У вас есть определенное стремление двигаться вперед, развиваться. У вас есть стремление в общении научиться чему-то новому. Учебные занятия, тренинги, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия нацелены на интенсивный учебно-испытательный курс. С молодыми людьми занимаются опытные педагоги. Они проверяют молодых активистов на грамотность, на ответственность, на умение работать в команде единомышленников. Лагерь молодежного актива, он у нас проходит ежегодно. И в этом году мы решили его увеличить. Количество этих лагерей, да, и у нас теперь будет и весенняя смена, и будет осенняя смена. Нравится? Да, очень нравится. Мы уже не первый раз в лагере здесь. И нравится то, что мы все здесь в одной команде, мы все очень много разных идей, мы их реализовываем, мы общаемся. Мне нравятся ребята, эта вот сплоченность, когда ты попадаешь в коллектив с единым мышлением, и мы стремимся к своей цели, достигаем ее. Гости не только выступали, но и отвечали на вопросы из зала. Надежду Владимировну спросили, как у нее появилось желание участвовать в общественной жизни. Если вы спрашиваете меня, по возрасту, когда я была такая же, как вы, то у нас была система лагерей труда и отдыха. Но я не говорю, там пионерские лагеря мы были, ездили. Затем лагерь труда и отдыха. Мы там пололи картошку, пикировали, рассаживали свекру, свеклу. А потом, после обеда, у нас были различного рода мероприятия, культурно-досуговые. Это было очень интересно, это было общение, взаимоотношения, это была первая любовь, первые какие-то встречи, терзания. То есть это все было очень интересно. Под конец встречи руководители района поучаствовали в специально организованном для них шуточном тренинге. Это было своего рода экспресс-интервью на обычные житейские темы. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».